Мы сейчас направляемся к могиле нацива из Воложина Репхайма из Бриска. И когда еще здесь не было указателей, то знаком для того, где нужно повернуть к могиле Репхайма, было вот это из могилы артистов еврейского театра в Варшаве. Вот, например, мама Эстер Охаль Каминский, приматомна еврейского театра. Есть ли какая-то связь между Репхаймом и еврейским театром? Рассказывают, что Репхайму рассказали, какую постановку сделали в еврейском театре. Как известно, когда выходили на войну, то в Торе сказано, что тот, кто женился, тот, который обручился, может не выходить на войну. Тот, который построил новый дом, может не выходить на войну. Тот, который посадил виноградник, может не выходить на войну. И даже тот, который боится, и Демор объясняет, даже тот, который боится своих прегрешений, что из-за того, что за ним есть какие-то прегрешения во время войны, если его спросят за это, он тоже может с ним выходить на войну. И тогда в Юрейском театре показали, а кто же тогда выходит на войну? И выходит какой-то старичок, Хофицхайм. И здесь раздается смех, это была такая сцена, которая была поставлена в Еврейском театре в Варшаве. А что Хофицхайм сказал? Что? Они вруны, они лошадцы, они сказали всю правду. А в чем была вся правда? Говорит Хофицхайм, правильно, только он вышел на войну, и он победил. Так что Еврейский театр, пусть он остается там, где он есть, а мы с вами направимся по дороге, которую нам указал Рабхайм. 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 Рабхайм.